привет народ в общем я еще болею поэтому буду кашлять буду как-то стараться это потом подрезать что ли я не знаю как но видите голос какой как и разговаривают в общем посидел я тут вечером в тапочках ножи ремонтировал когда вот четыре штуки последние посидел в тапочках надо было кроссовки одеть и чисто в пятки замерз промерз ноги и собственно все а вечером пришел домой и в охотку еще холодного молочка стаканчик выпил прям так знаете в охотку в охотку холодильничка и печаль беда здесь опилки какие-то у нас таки да какие опилки думаю показалось нет опилки так что здесь у нас доброго времени суток попробуйте что-нибудь сделать если получится ну а если нет то нет хотя я знаю судя по вашим видео должно получиться заранее спасибо руслан о тезка привет тезка давайте посмотрим ну что-то как бы письмо не очень такое знаете не очень письмо в общем успокаивающе попробуйте и вдруг что-то получится то вижу уже разобранный нож хорошо хотя не прошел со своим ножом по нему так вижу разобранный нож по моему ну-ка сейчас секундочку давайте как-то его вскроем аккуратненько антивандальная упаковка она очень хороша ну то есть в том случае что не повредиться там ничего но вскрывать вот эти упаковки не очень не очень в общем что-то тут а это чехол какой-то ты думаешь что ли карбон то ли шоу то непонятно что ли такое это что-то тут такое короче как я люблю когда на живот так приходит народ баг one touch select про по моему да ножичек человек спрятал видите не поленился пошел пошел я видимо сапожник тоже видимо коллега потому что ну это чтобы понимали профилактика подошвенная а это не всякая швейная машинка я прощу то есть это как по мне вот я думаю что на швейной машине на минерве человек прошивал ух ты мамородная ух ты мамородная здесь видите у нас короче половинка лайнера отломалась ее пытались варить пытались варить и не получилось что-то у них помню спрашивал человек в вайбер что ли я не помню в общем в какой-то мессенджер присылал фотку я посмотрел вот это да так вот она в чем еще дело он еще и клепанный нож как это весело вообще как это весело как я люблю ребусы от подписчиков вы даже не представляете нож на заклепках ребусы люблю от подписчиков тогда ридерой дарина рота тирота дам а чтобы нормально проводить то проводить нужно с двух сторон естественно естественно проводить нужно с двух сторон выстроить лайнер это все ну как бы и варить нужно стыковать нужно с этой стороны аварить сначала первыйован с той стороны потом защищать фасковать щущу делай хачку нему и провариватьtroiscar хотя фаску нужно делать если варишь типа там полуавтоматом знаешь или же электродуговой ну это электродуговой то есть ручником обычно не заваришь естественно это раз во вторых во вторых во вторых во вторых во вторых чтоб вы понимали ну здесь уже насрана извините за же не буду говорить какие сдаваться эпитет такой подобрал ну потому что это реально нас равно это вот это не сварщик варил это варил непонятно кто то есть если варил сварщик то было бы намного все проще то есть не возникло то проблеме нож бы ко мне не приехал варил какой-то человек который думает что он умеет обращаться со сваркой и видите что получилось из этого давайте будем сейчас что-то что-то будем думать посмотрим что получится получится то она должна получиться просто вопрос в том какой кровью это все станет будем пытаться обойтись малой кровью скажем тогда с наименьшими потерями с наименьшими большая нужна небольшая гаечка или шайбочка или же что-то такое вот чтобы видеть с этой стороны чтобы так поставить и потом сюда хлопнуть молоточком и пробить заклепку туда так в какую сторону мы будем вообще выбивать все давайте в ту сторону будем пробовать туда выбить их все так сейчас не нужен дюпель 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 если бы была гайка но гайки такой нет вот есть небольшая гаечка сейчас мы на гаечку положим это все ну-ка да он подобрал гаечку небольшую сейчас мы это все на гаечку так поставим и с этой стороны не убивать так а с этой стороны бы подложить что-то это откуда с нажали не снежал насколько я помню это осевой узел скажем так но непонятно с этого ножа или не с этого с этого нет с этого у этого ножа насколько помню тоненькие всего очень сильно вот видите все вышло все получилось и даже получится назад расклепать его чтобы вы понимали у нас получится все назад расклепать я даже на наждаке не стащу кто-то бас сейчас сказал шарусик стащи на наждаке а потом уже выбивая нет потом не хватит а так я смогу выбить назад и опять шляпку расклепать то есть использовать это эти же заклепки легко легко смогу использовать эти же заклепки раз в общем видео сегодня будет весело вот так раз так два ну-ка с об есть и заклепочки видите даже по выпадали все и все отлично мы их сможем использовать повторно раз все так это честно мне интересно а вот здесь нам нужно будет вот это счастье вот наши вот наш 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 нож с нашими проблемами со всеми в общем не знаю видно вам там снизу не видно короче нам сейчас нужно выставить вот этот лайнер чтоб вот это вот вот это вот вот это вот видите да прорезь была одинаковая пропил вот этот фрезеровка как хотите так и называйте в общем чтобы не было не вот так не вот не вот наоборот вот так вот да вот видите с одной стороны я прям прижал с другой стороны щель то есть надо четко выставить четко выставить его и проварить с двух сторон вот вот так вот как я зафиксировал сейчас так его нужно проварить но перед этим нам нужно поровнять вот эту сторону полностью выровнять я убрать вот короче убрать вот это вот вот короче да и с этой стороны будем будем ловиться с этой стороны вот здесь фаску я делать не буду фаску я делать не будут варить буду аргоном поняли да то есть я просто расплавлю две части металла сплавлю их между собой и вот таким образом мы попробуем выйти из ситуации не но как присадочки чуть-чуть надо будет подкинуть новом случае присадочки чуть-чуть надо будет подкинуть любом случае с этой стороны уже то есть когда я прихвачу с этой стороны приварю его с этой стороны то потом разверну на вторую сторону сделала небольшую фаску и туда уже добавлю присадку вот так вот поехали короче что единственное неудобство это будет бегать вот с этой штукой да в общем погнали делай 1 обязательно всем отвечу но после работы закончу работу и потом всем отвечу защищаем металл с этой стороны тоже сразу потому что вы видели на какие здесь окислы и вот прям варить по этим окислом ну маргон не будет нормально варить то есть это все нужно защищать вот эти окислы не дадут нормально сваривать два две части металла хотел сказать на куска лайнера ну да в принципе так она есть два куска отдельных с присадочка бы сюда миллиметровую у меня присадка 3 миллиметровую или даже 32 черная тонкая нет сссссс он Играет музыка. Сразу сделаю небольшую фасочку, наверное, с двух сторон, потому что потом не подлезешь сюда. Да, наверное, это будет, скажем так, единственным верным решением, сразу сделать небольшую фаску. Потому что потом просто мы физически сюда не подлезем. И поэтому придется варить с присадкой с двух сторон, походу, что... Так, так, так. Ну вот, кажется, так. Так, я одеваю народ очки. И одеваю очки, потому что тут, ну, как бы, скажем так, нет права на ошибку. Вот. Надо четко выставить, прям четко-четко. Короче, народ, идемте. Будем... Будем пробовать варить. А куда денешься? А куда денешься? Будем пробовать. А, кстати, да, в качестве присадки я могу использовать проволоку 0,8 с полуавтомата. Погнали. Что, я тогда, наверное, какую-то камеру беру с собой, остальные просто не трогаю. Так, давайте я вот эту штуку, наверное, как-то подвешу за спиной. Раз, я надеюсь, что звук не пропал сейчас. Так, берем вот эту штуку. Вот эту камеру. Я думаю, что можно пока выключить, да? Эту камеру. Да, давайте мы, наверное... Вот так вот сделаем. Подключим ее к пауэрбанку и пускай себе будет. Но эту камеру я с собой беру. Так, свет мы здесь пока что выключаем. В принципе, в принципе, в принципе, все. Нам нужно будет... Нам нужно будет от этого кресла. Поехали. Стоять. Нужно будет еще вот эта штука накрутить ее, чтобы повесить камеру там на баллон. Опачки. Опачки. Короче, народ. А вот теперь можно идти варить. Так, 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 так. Как бы вас... Ну, давайте, наверное, на баллон таки повесим. Я надеюсь, что все будет видно. В общем. Так. Ремич, ты что, тут ходишь, бродишь? Слушайте, мухи эти вообще жести. Чувствуют, что похолодает. В прошлом году вообще мух не было. Ну, в прошлом году и зимы не было. Видимо, в этом году будет зима, потому что мухи прям бесятся. Так, 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 так. Раз струбцина. Как бы ее так, чтобы... Чтобы удобнее варить было. И достать. И в общем... Ну, вы поняли меня, да? Со всех сторон удобнее и практичнее, чтобы было как бы так зафиксироваться. Так, давайте, наверное, вот так сделаем. Раз. Есть контакт. Зажали. Вторую струбцинку берем. Так. И как зажать теперь вторую струбцину? Вот так вот, да? Да. И теперь уже... Так. И теперь уже мы меня двигаем. Вот так вот. И теперь... Вот так вот. Так. Короче, народ. Вроде как все должно... Вроде как все должно быть. Четенько. Везде все сходится у нас. Сейчас варим сразу с этой стороны без прихваток, без ничего. Просто варим хорошо прижать. Главное, поняли, да? Чтобы теплотвод был на стол. Чтобы не закипел металл. Ну, и в принципе, должно все получиться. Вот так вот. Я надеюсь, все вам будет видно. Так. По поводу, по поводу, по поводу и без повода, да? Давайте мы попробуем, попробуем, попробуем. В качестве присадки мы возьмем проволоку. Вот так вот я скрутил, видите, да? С полуавтомата. Опачки. Так, открываем. Нужно включить сначала рубильник. Так, народ. Поехали. Открываем. Газ. На пругу мы дадим, я думаю, ампер 35. 35 ампер. Так, заварка кратера. Можно оставить чуть-чуть. Дать нам 2 секунды. Ну что, поехали. Подберусь я, нет, не подберусь. Надо переставлять вот этот. Надо вот этот вот переставлять. Вот так вот. Вот так вот. И теперь по новой. Вот так вот. Ну, не супер-пупер удобно, но я думаю, что заварить мы заварим. Так. Так, так, так. Что у нас по газу? 10 литров пойдет. Что, народ, поехали. Есть контакт. Наплавляем, разгоняем. Добавляем, если надо. Надо проволоку отпустить, конечно же. Опачки. Стоять. Да, сейчас мы подточим. Подточим вольфрам. Так, подточим вольфрам и откусим, не откусим кончик проволоки. Хотя по-хорошему бы зачистить это все. Так, раз, два. Так, давайте-ка вот так вот сделаем. Защищаем окислы. Защищаем окислы. Откусываем кончик проволоки. Ого, проволока, слушайте. Старые, советские. Опценьки не работают. Так. Давайте чуть-чуть еще подразгоним. Есть. Сейчас нужно перевернуть, дать остыть, чтобы не повело металл. Потом перевернем с той стороны, потом обработаем с этой стороны, еще чуть-чуть наплавим. В общем, народ. Вот так вот у нас получилось. Сейчас обрабатываю с той стороны. Потом перевернем, пройдем с этой стороны, а потом еще раз вернемся с этой стороны, пройдемся. И все должно получиться. Так, 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 так. Я вот здесь на наждаке уберу это все лишнее. Так, есть прижимная площадка, прижать можно. Поехали. Зажимаем струбциной. Вот так вот защищаем окислы. Не, все-таки надо почистить сначала с этой стороны, а потом уже варить. В общем, почищаем, народ. Так, так, вот так вот. И теперь варим. Так, поехали. Как будто упиреться так неудобно, не так, не так. Забыл зафиксировать вторую часть лайнера и начал варить. Алеша. Алеша, Алеша, Алеша. Нам надо наплавить. Тут, короче, предыдущий сварщик дырку сделал, нам надо ее заплавить сейчас. Вот так вот, и вот так вот, да? Да. Опять надо откусывать. Каждый раз надо народ откусывать, потому что, ну, вот с такими окислами, видите, да? Дело не будет. Начинает кипеть металл, крутится хаотично и нормально не положишь шоу. Так, так, поехали. Есть. И еще чуть-чуть. И опять надо защищать, перед каждым разом надо защищать. Перед каждым разом надо защищать. Все, сейчас добавляем с той стороны чуть-чуть, с этой стороны чуть-чуть. И поехали. Наш нож готов. Наш нож готов. Ждем пока остынет, чтобы не перегреть металл. Убираем окислы. Неудобно, согласен, когда все летит в лицо. Ну, а как иначе? А как иначе? Иначе никак. Теперь ставим постпродувку побольше, расплавляем металл и просто задуваем, чтобы в среде защитного газа эта вся ванночка остыла. Все. 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 Сразу на рот вот так вот делаем на горячий, видите, да? Лайнерок в сторонку, как он должен быть. И все, и зафиксировали. И он застыл так. Вот теперь можно уже обрабатывать. И все должно держаться без проблем. Ждем пока остынет железка наша. Ждем пока наша железка остынет. Можно чуть-чуть было бы еще подварить, хотя... Давайте, наверное, еще капнем с этой стороны, чуть-чуть разгоним. С этой стороны чуть-чуть капнем и разгоним. Чтоб вы поняли, да? С торца не было видно. Чтоб с торца не было видно. Перепада высот или толщины металла. Так. Мне надо чуть-чуть подогнуть. Оф! Есть контакт. Вот теперь то, что надо. Все. Выключаем. Закрываем газ. И в принципе... В принципе, ну вот можно... Можно перебазироваться снова в мастерскую. Раз. Так. Щиток сварочный нам уже не нужен будет. Мы его вешаем. Все инструменты сразу на место. Так. Окислы. Можно пастой снять. Можно... Можно ёршиком. Я, наверное, ёршиком сниму. Пойдемте, короче. Пойдемте. Здесь больше ничего не нужно. Я уже обзавелся травильной пастой для снятия вот этой вот синевы. И, тем не менее, не будем мы его травить. Давайте я включу свет. Опачки. Так. И, в общем, все вас можно скручивать отсюда. Скручивать, скручивать, скручивать. Вот так вот. И вот так вот отсюда вас опять поставить. Так. Что, погнали? Убираем лишний металл. Заготовку я не остужаю специально. Она теплая еще. И по-горячему снимаю просто. Да, без света это немножко неудобно делать. Думаю, что ж не хватает ничего того. Вот так. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обязательно, народ, всем отвечу. Честное слово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, в принципе, и все. Ну вот, в принципе, и все. Фасочку здесь, фасочку здесь аккуратненько. И теперь ставим, давайте, наверное, сначала чистый ершик, уберем окисление, зашкурим сам лайнер. Так, теперь... Давайте мы возьмем шкачбрайт. У нас шкачбрайт и сполирнем. Все остальное выведем. Все переходы. Нет грубого камня. Короче, народ. Я думаю, что все должно собраться, встать на место. И, в общем, все должно встать, как положено. Жарко, ужас, конечно. Жарко, 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 жарко. Все, пробуем. Тут, видели, вот даже с этой стороны. И слайнер побитый, что-то там коцали, гнули его. То ли его пытались подогнуть, то ли шо, короче. Ну вот, смотрите, то есть, вот так вот я выгибаю, и он не лопает. То есть, все нормально с лайнером, он будет работать. Если мы сейчас соберем его, все красиво встанет на свои места, то все будет хоккей. Ничего здесь не лопнет, ничего здесь... Понял, да? Не выйдет из строя в ближайшее время. И не в ближайшее тоже. Теперь мы выбиваем все заклепки в обратную сторону. Ставим эту заклепку в обратку. Раз, два. И собираем, собственно, нож. Тоже в обратку собираем. Так, вот здесь у меня одна заклепка вызывает вопрос. Не хотелось бы с ней воевать долго. Поэтому будем делать быстро и красиво. Раз, есть, есть, есть. Все заклепки встали назад. Видите, большие хвосты у нас есть для того, чтобы их расклепать. Абсолютно без проблем. Расклепывать мы будем, правда, не вот этим. Молоком огромным, а вот этим маленьким. Если бы мы большим клепали, то у нас бы просто мог согнуться. Поняли вы, да? Штифт заклепочный просто согнулся бы и все, но не расклепался бы. А вот так мы именно расклепываем. Делаем наклеп. Смотрите, какую шляпу мы делаем. Видите, да? И она уже не даст ножу разойтись. Вот хороший такой наклеп, хорошая шапочка получилась. Видите, да? И здесь, и здесь, и здесь. Поэтому, без проблем, лайнер упирается в следующий лайнер. То есть, подпружинил мы его достаточно. Теперь собираем, народно, в обратной последовательности. Горло першит, это просто ужас. Так, 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 так. Вроде как все. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Что тут у нас по клинку? Ужас, ужас, ужас. Ну как можно такое продавать? Я вообще не понимаю. Ребята, из бак. Вот как с таким финишем можно ножей просто в магазин завозить. В общем, народ, ну с клинком нам ничего не просили делать, поэтому мы ничего не будем с клинком делать. Мы сделаем то, что нас просили. Мы восстановим лайнер и соберем ножичек на место. Шайбы, естественно, тоже мы приведем в порядок, потому что это не есть хорошо. Так, очки мне уже не нужны. Фош, глаза болят после очков. Так, берем четырехсотную ждачку, водичку и вперед. Раз. Один ездит на мотоцикле, второй ездит на мотоцикле, второй за колеса подкуса варила. Так, есть контакт, смазка, нам нужна будет смазка. Это жидкость нам не нужна, палочки ватные. Та нам, в принципе, тоже не нужны, кроме как вот это вот убрать. Вот так вот. В принципе, все. В принципе, все. Ага, я теперь понял, да, откуда это. Видите, это примерно вот с такого ножа, только что по длине. С сапожного косичка вот так вот раз. Так, 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 фиксатор резьбы упал. Иди сюда. Ты нам еще нужен будет. А что будешь нужен? Видите, да, скотчем примотал. Стальной пруток и все на месте стоит. Так, все, пробуем. Все собрать до кучи теперь. Так, 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 так. Так, 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 так. Я вот что-то не пойму, откуда вот эта штука. Ага, все, понял. Думаю, откуда же он? Он же, это же стоппер, поняли? Да, вот отсюда. Вот, 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 короче, вот. Вот отсюда он, куда он не хочет заходить. О, вот тут он стоит. Все понятно, все хорошо. Так, есть. Ставим на место бонку. Бонка у нас становится только в одном положении. Сейчас мы ее загоним сначала в правильное положение. И теперь уже только будем ставить шайбочку. Да, вот здесь, конечно, нож собирать, поняли вы, да? Вот туда нужно сейчас поставить шайбу. Но, как бы это еще то задание. Со звездочкой. Есть у нас, конечно, на любое задание свои. Вот такие вот, об, хитрые утики. Папа, таблетки, давай, папа, таблетки. Давай, зайчик, таблетку, давай, папа, раз, давай, два. Все, спасибо. У меня свой доктор следит за режимом. Папа, таблетки. Так, берем шайбу. Аккуратненько я туда, оп, и поставили. Есть, упала, упала. Теперь вытаскиваем опять боночку. Клиночек, клиночек. Есть. Берем шайбу. Вторую. И опять же сюда ее аккуратненько заправляем. Чикс. Чикс, чикс. Не хочет она сюда идти, ну. Надо, куда денешься. Надо, куда ты денешься. Никуда не денешься. Есть такое понятие, как надо. Все. Народ, я теперь понял, что человек пытался сделать. Он пытался откинуть лайнер, потому что, видите, да, он упирается в конец в самый. И, ну вот сейчас, вот если честно, это косяк. Об этом нужно было сказать изначально, я бы учел это, раздвинул лайнер, чуть-чуть сделал зазор и заварил. Понимаете, да, вот я сейчас к хозяину ножа обращаюсь. Вы промолчали. Почему? Почему? Сразу нужно было сказать, я бы учел этот момент. Понимаете, да, сейчас что-то, ну, городить уже бесполезно. Сейчас уже городить, что-то бесполезно. У нас есть люфт. Почему сразу не сказать? Я бы раздвинул там на полмиллиметрика каких-то там десяточку, дал бы две. Проварил бы, чуть-чуть поняли бы, да, с зазорчиком. И все стало на свои места. Надо о таких вещах говорить сразу. Что Руслан пытался оттянуть лайнер, лопнул. Поэтому, как бы, вот был люфт. Вот об этом нужно говорить сразу. Сейчас я уже, ну, не собираюсь разбирать там что-то и по новой переделывать. Ну, честное слово, это уже гембель. То есть, это, ну, реально надо опять отрезать, ломать лайнер, удлинять его. Ну, то есть, вот теперь понятно, что человек пытался сделать. Человек пытался оттянуть лайнер. Поэтому вот эта сторона, помните, да, побита. Та, которую она не касалась. Но пытался оттянуть лайнер, не разобрав нож и сделав это удобно, комфортно. А пытался вот так вот, на коленке, это сделать неправильным образом. То есть, бил с этой стороны и удар нанес, как бы, чем-то, поняли вы, да, типа, зубило острым краем, что он лопнул. Это неправильно. Что мы можем в данной ситуации сделать? Ну, как бы, ничего. Ничего. То есть, ну, как бы, если бы человек сразу предупредил, я бы сразу сделал нормально. А так я все поставил на место. Видите, у нас, смотрите, detent попал в дырочку. То есть, оттуда, с той стороны шарик, но он не шарик, он просто, скажем так, ну, скажем, шарик, да, хотя это не шарик, естественно, это, ну, просто вдавленный, деформация, деформированный лайнер, с одной стороны, он попал на свое место. Все, все работает. Мы свою часть договора сделали. Если бы человек сразу сказал, что, Руслан, косяк такой, не хватало у скалайнера, я косячил, пытался оттянуть и испортил, то я бы этот момент учел. Или записку приложить надо было хотя бы какую-то. Вот, вот здесь, вот, где нужно было написать, что есть такая проблема, и вот эту проблему я решал. Если бы я это знал раньше, я бы сделал. Сейчас, извините, ну, как бы я не собираюсь брать болгарку и повторять это уже затею, процедуру по-новому. Потому как, ну, это уже будет немножко перегиб. В общем, мы собираем нож, скручиваем его, все становится на свои места, все становится как нужно, как положено. Кроме одного момента, что не хватает покелайнера. То есть, как был он с косяком с этим, человек пытался его решить, так он и остался. Если бы он вовремя сказал, было бы совсем все по-другому. Но, извините, народ, я не это самое. Не могу предвидеть все ситуации в жизни, да? Что, да, когда, почему. Клиночек становится у нас по центру, все четенько. Ну, мы сейчас смазки капнем. А так, видите, все четко, все, все красиво. Мы сейчас его разберем, капнем туда смазочки. Мы помните, шайбы на сухую собрали, это же неправильно. Капнем смазки сейчас, и все будет, все будет играть. Я тики дует буду. В общем, ну а то, что косяк с этим, да, если бы человек сказал, мы бы решили эту проблему. То есть, я бы просто это расстояние учел, что его не хватает, и сделал бы, все было по красоте. Ну, а так, двойную работу, как бы, ну, сори, я не могу. Меня просто не хватает. Плюс, к тому же, как бы, ну, видите, да, в каком я состоянии. У него сейчас, конечно, хорошенько бы пойти полежать. А я, видите, чем занимаюсь, вместо того, чтобы лечиться. Полтора витка даже нет. Ну, шо это за баловство такое. Давайте тогда вот это вот сюда у нас отправится. Да, то есть, если человек, вот видите, упустил этот момент, не сказал, и получается, что, как бы, ну, в этом есть и проблема. Если бы он сказал, он бы получил абсолютно, скажем так, нормальный рабочий функциональный нож без проблем абсолютно. Всё было бы чётенько, всё было бы прям красиво. В принципе, всё. Всё, огонь теперь можно посадить на фиксатор USB. Раз. Да, Руслан Батькович, вот это ты. Ну, аж, 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 аж. Оп, красиво туда падаем. И по резьбе распределяемся. Зачем? Нужно таких, ну, как бы максимум информации. Знаете, как у врача? Приходишь и нужно говорить всё. Потому что где-то что-то, ну, какой-то симптом упустит доктор, поставит неправильный диагноз, будет неправильно лечить. А потом мы скажем, что доктор плохой. Да нет. Мы сами не сказали, что у нас температура, у нас там аллергия там на какой-то препарат или ещё что-то, ещё что-то. Понимаете, да? Если бы мы умолчали, то это наши проблемы. Вот если бы человек сказал, а он не сказал, если бы он сказал, то всё было бы чётко. О, пережал. Чуть-чуть назад. Короче, народ. Клиночек по центру у нас. Всё чётенько. Флипует. Флипует. Но. Есть небольшой люфт. Видите, да? Если бы человек сказал об этом сразу, то этой бы проблемы не было. Но. Я понимаю, что сейчас начнется в комментариях, что ты обязан просто сделать. Нож был человеку. Никому я ничего не обязан, народ. Я вам объясняю ситуацию. Если бы человек сразу не сказал, я бы этот момент учёл. Но распиливать сейчас, брать нож там болгаркой, да, и удлинять лайнер, не получится. Я этого не буду делать. Это раз. Во-вторых, ну как бы, ну это, понимаете, мартышкин труд. То есть, если бы сразу человек сказал, русик не хватает, чуть-чуть надо добавить. Всё, вопросов бы не было. Сейчас бы он получил вот точно такой же нож, да, только без вот этого вот люфта, который он, собственно, пытался убрать. Всё. За лайнер я гарантию иду, и что, с ним ничего не случится. Всё замечательно. Ну, вот так вот выглядит нож. Вот так вот выглядит нож. Чуть-чуть вот здесь у нас видна ямочка такая, знаете, не совсем, не совсем. Ну, я как бы ещё с аргоном не на «ты», пока на «вы», понимаете, да, поэтому переживал, чтобы не закипел металл у меня. Поэтому слишком, слишком я аккуратничал вот в этом деле. То есть, если бы я уже, как бы, да, там полгодика поварил, я бы, ну, спокойно заварил, этого всего бы вообще не было бы видно. Ну, и меньше там каки было. То есть, там слишком много было, извините, насрано. Если бы человек сразу вообще вот сломал лайнер и сразу прислал, без сварки, без ничего, я бы сделал, вообще ничего бы не было видно. То есть, ну, реально, не было бы видно вообще ничего. То есть, даже следов бы не было видно. Я бы так заполировал, что всё было бы чётко. А так, ну, извините, из дерьма мы и так сделали конфетку. Вот так вот. После того, что там было, как бы мы это всё убрали, да, и, в принципе, получили довольно-таки приемлемый результат. Но я же говорю, что одно обидно, что у человека опять присутствует тот же косяк, с которым он пытался бороться. Но никто не виноват ему, кроме него самого. В принципе, на сегодня всё, народ. Пишите гадости в комментариях, что, Русик, ты обязан был отдать человеку новый нож без этого косяка. Если бы я знал. Как-то так. На сегодня всё. Пока-пока. Увидимся. Пишите гадости в комментариях.